Многие смотрят на меня и говорят, Ребе, что случилось? Я понимаю, что многим меня не очень привычно видеть в очках, но что делать? Что делать? Приходится, понимая, что где-то уже к другим вещам склонен. Нужно смотреть, нужно туда смотреть, нужно замечать очки. Это для того, чтобы... Не очень хорошо всегда видно, но чтобы замечать. Итак, на прошлой неделе мы говорили о позиции, что такое блаженство. Помните, да? Я думаю, что многим людям, которые были здесь, все-таки было интересно, что такое блаженство. Мы говорили о том, что блаженный человек – это счастливый человек, веселый, успешный. Когда используется слово «блажен человек» или «блаженный нищий духом, ибо их есть Царство Небесное», говорилось о том, что блаженны или счастливы те люди, которые надеются полностью на Бога. Их есть Царство Небесное, потому что без надежды на Бога невозможно попасть на небеса. В Него нужно верить, в первую очередь, и надеяться на Него. Мало того, что люди могут знать, что Бог есть, но они не доверяют Богу, и это может послужить им вне понимания того, что познать Бога и попасть на небеса. Бесы тоже веруют, да? Но, увы, не получится уже. Вот момент такой, когда мы говорим о блаженстве, мы говорим о счастье. Мы говорили о том, что счастливый человек – это тот, кто понимает, где его страна, где его место, что мы стремимся все к небесам. Мы даже сделали такое заявление, что наше благословение зависит от того, на которого мы надеемся, от кого мы зависим. И мы зависим от Бога. Самая важная зависимость в этом мире – это зависимость от Бога. Я хочу быть зависимым от Бога. Самая главная зависимость – это зависимость в Боге. И созависимость в Боге – это ключ к нашему счастью. Созависимость с Богом является ключом нашего счастья. Этот ключ я называю любовь. Любовь. Матфея 22, 37, говорит, подходит к Иешуа и говорит, какая из всех заповедей самое главное. И, конечно же, будучи еврейским мальчиком, он знал хорошо Тору, потому что все изучали тогда Тору. И он говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всем разумением твоим. И, конечно же, мы сразу вспоминаем следующую строку и ближнего, как самого себя. Возлюбить Бога является ключом. И мы говорим очень часто о благословении, быть благословенным. Что это значит? Помните, мы говорили в прошлый раз, как его пощупать? Что такое благословение? И вот это состояние, когда ты надеешься на Бога. Несколько месяцев назад, когда моя мама гостила у нас, мы сильно много с ней общались. Она любит говорить. Любит говорить. Только нужно слышать и слушать. Если она любит общаться, она любит говорить. И мы общались очень много о ее жизни. О том, с чем она сожалевает, о чем в жизни, что в жизни происходило. Успехи, трудности, переживания. И знаете, вот уже в это время, когда тебе за 70 с лишним лет, ты думаешь, как бы вот рассказать всем о том, что ты пережил. Много она говорила, она любит говорить. Мы затронули ее жизнь с моим папой, с ее папой. Как она была воспитана в семье, которая деда я не знал, потому что им было 5 месяцев, когда он умер. И вот она начала говорить о том, что отец мой был сильно-сильно такой жесткий. Он был, хотя и справедливый, но очень требовательным к жизни. Он очень был таким консервативным во всех отношениях. Мне нельзя было специальную прическу делать, там еще, я должна была за всеми ухаживать. Пятеро было после меня, а это означало, что я должна была всем-всем за всех заботиться. Корову подоить, выгулять и еще прийти за детьми посмотреть. Если что-то не получилось, получала подзатыльник и так далее. И вот она говорила о своей жизни. И она говорит, на самом деле, если бы дед не был, или твой дед, или мой отец, не был настолько принципиальным сильно. Может быть, моя жизнь была бы по-другому, другой жизнью. И он очень был суровый в отношении веры, хождения с Богом, правил, постановлений. И когда, говорит, я влюбилась в одного венгерского баптиста, из-за того, что он был баптист, он мне не разрешил жениться. И иногда это послужило тому, что я в один день достала мне все. Я взяла, собрала свои вещи, уехала во Львов, где познакомилась с твоим папой. И знаете, вот с таким сожалению таким вот, я обнял ее и сказал, слушай, вот не было бы тебя и папы, не было бы меня, не было бы Татьяны, не было бы Ромы, Давида и Джошуа. Вот не было бы. Это не означает, если я говорю тем девушкам, что, знаете, моя мама прошла очень трудную жизнь. Она за свои ошибки юности, она весьма заплатила своим страданиями, своими внутренними переживаниями. Она очень много от моего отца пострадала, но все-таки это не дает права сейчас подумать, что жениться или выйти замуж за первого попавшегося, и думая, что все будет хорошо. Если вы хотите пообщаться с моей мамой о том, что через что она прошла в отношениях неверующего мужа, пообщайтесь, когда она придет. Но все же я обнял ее и сказал, не было бы тебя и папы, не было бы меня. Вот это сегодня послание хочу вам сказать, потому что Библия говорит, «Почитай отца твоего и мать», и это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо», то есть ты будешь счастливый. Мы помните, мы говорим слово «счастливый», «блаженный». Ты будешь счастливый и успешный, и ты будешь долголетен на земле. Среди всех десяти заповедей, эта заповедь, она очень строгая. Почитать отца и мать, и потом эта заповедь дает обетование, обещание того, чего каждый из нас очень хочет. Мы хотим долго жить. Кто хочет чуть-чуть жить? Но если жить, так уже жить. Правда, хорошо, долго и красиво. Мы хотим жить долго и красиво? Хотим. Многие уже как бы живут долго и думают, некрасиво, поэтому не хочу жить, поскори бы Господь меня забрал. Не надо. Библия говорит очень просто. Счастливую жизнь и долгую. Мы хотим. Мы хотим быть успешными в своих путях. И вот здесь Библия говорит, на самом деле, в десяти заповедях Бог дает жесткое положение почтения отца и матери, и тогда ты будешь благословен. Почему Бог так повелительно, с утверждением говорит о почтении родителей? Я вам дам три причины. Первая причина. Вы будете себе записывать. Если у вас есть где писать, записывайте. Я знаю, что многие из вас потом пересматривают проповеди и все остальное, но хорошо записывать, когда мы общаемся. Общаемся. Знаете, вот это очень важно. Первое. Почему нам нужно почитать своих родителей? Потому что они несовершенны. Удивил? Если бы они были совершенны, перед ними нужно было поклоняться, преклоняться. Можно было в рамку сделать икону и все остальное. Тогда бы они были бы богами. А и так, что они несовершенны. Бог говорит, из-за того, что они несовершенны, ты должен их почитать. Мы несовершенны. Наши дети несовершенны. Адам и тот, хотя был созданием, Богом совершенны, причем там где-то все равно несовершенно появилась какая-то. Почитать родителей, потому что они несовершенны. Второе. Мы должны почитать родителей наши, потому что без них не было бы нас. Очень просто. Без родителей не было бы меня. Если бы по-другому можно было что-то сделать, наверное, вряд ли бы мы бы существовали. Поэтому я говорил маме, мама, спасибо тебе. Если бы их не было бы, тогда бы... Представьтесь, что вот вас нету здесь. Вы никогда бы не пришли сюда. Вы никогда бы не имели ту квартиру, где вы бы жили и так далее. Не было бы нашей жизни. И так Бог использует их как инструмент для того, чтобы привести тебя и меня в этот непростой мир. И независимо от того, хорошая у тебя семья или плохая у тебя семья, хорошие или плохие родители, неважно, Бог хочет, чтобы исполнить свою волю в тебе. Поэтому они, их почтение существует для того, чтобы мы видели свою жизнь. Третья позиция, причина того, что Бог хочет, чтобы почитали своих родителей. Он взял их ДНК и сделал нас людьми, которыми Он хочет видеть. Мы несовершенны, друзья, мы несовершенны, но на самом деле Он делает нас уникальными и особенными. Он взял ДНК наших родителей и сделал нас уникальными и особенными в этом мире. Поэтому я сказал своей маме, если бы не было тебя, если бы не было отца, меня бы не было. Тегелим или Псалм 139 говорит, ибо ты создал почки мои, или там внутренности, соткал меня в отшреве матери моей. Господь соткал нас, Он сделал нас в отшреве матери своей. И вот 138 Псалм 16 стих. Зародыш мой видели очи твои в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Поэтому Бог запрещает делать обор, потому что еще нас не было. Когда Бог уже был зародыш, зачаток, Он уже знал все дни моей жизни. Поэтому Бог называет это убийством. Я хочу сегодня строго и прямо сказать. Всем нам нет случайных детей. Вы запомните. Потому что многие из нас думают, вот лучше бы это, вот по-другому бы жить. В другой семье бы воспитывались. Хорошая или плохая, или никакая, или же жесткая. Тебя там наказывали, били. Это совсем другой вопрос. Сегодня ситуация совсем по-другому. Сегодня мы говорим о том, что мы пришли в этот мир, и нет разницы, в какой семье ты воспитывался. Бог заранее знал, что Он делает с тобой. И нет случайных детей. Абсолютно. Может быть, есть случайные встречи друзей, взрослых людей, которые после романтического вечера попали, как попали, как говорят. Но нет случайностей того, что ты родился. Потому что в этот случай работает закон. Имея секс, люди не планируют детей. Многие, многие не планируют. Но у Бога нет случайностей. У Бога нет случайностей. Поэтому мы рождены в этот мир, чтобы преобразовывать его, изменять. Ты не являешься ошибкой. Ты закон Божий, который, написано, он совершен. И мы совершенны. Может, и твои родители не дали этого воспитания, которое ты хотел бы. Может быть, не смогли они сделать то, что ты бы хотел бы, или же предоставить тебе ту квартиру, то обстоятельство, то положение. Может быть, не то место, которое ты родился, не то стране. Но хочу так сказать, что Бог, Он не мог дать тебе другую семью, как в ту, в которой ты родился. Ты можешь говорить, может быть, мне бы лучше было родиться в другом месте, в другой семье. Очень часто дети говорят, вот у Васи семья хорошая, а у меня плохо все. И у Изи там семья очень такая интеллигентная, а что у меня одни рабочие крестьяне. Вот представьте себе просто, что хротически невозможно было тебе родиться в другой семье. Потому что Бог взял ДНК твоих родителей и сделал что-то новое. Тоже кто-то отвечаешь за свое будущее. А иначе тебя бы не было. Иначе тебя бы не было просто, если бы нашелся бы другой человек. Вот мама мне говорила, вот было бы, наверное, по-другому жилось, мне, если бы я вышла замуж за Венгра, я говорю, мама, я себя вообще Венгром не представляю. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Если бы она вышла замуж за Венгра, меня бы уже не было бы. Не было бы Татьяны, не было бы Давида, Ромы и так далее. Не было бы, то есть я бы не знал, на что я был бы похож. И вот я говорю вам сегодня о том, что ваше пребывание в этой семье, на этой земле не случайно. Почтение родителей важно в нашей жизни, потому что оно дает нам благословение и долгую жизнь. Я могу сказать точно, что Бог более был заинтересован в том, чтобы дать и создать нас, чем в том, чтобы каким-то образом дать твоим родителям право воспитания. Вы понимаете, нет? Бог больше заинтересован был, чтобы создать нас, чем ту атмосферу воспитания, которую Он дает вашей семье, вашим родителям. Бог заинтересован во мне как личности больше, чем делать операцию на мозгах наших родителей. И этот выбор родителей, как поступить, как тебя наказать, как тебя воспитать, как тебе дать то, что они могут дать. Это выбор родителей, но Бог заинтересован, чтобы ты был личностью. Вот этот момент нужно четко внутри понимать и к этому двигаться. В основе вопроса стоит в том, что Бог заинтересован в тебе больше, в тебе лично больше, чем в той атмосфере, в которой ты воспитан был. Потому что на нас есть ответственность. Почтение родителям на разном этапе нашей жизни, оно имеет разные оттенки. Это наше детство, подростковое состояние и уже взрослыми. Почтение родителей, они на каждом этапе нашей жизни, они отличаются друг от друга. Вы согласны, нет? Когда мы были детьми, это одно почтение. Когда мы были подростками, юношами и девицами, это другой уровень почтения. Когда мы уже взрослые, как мы здесь, большинство из нас, это почтение немного другое. Я хотел бы немножко обратиться к этому. Когда мы были детьми, тогда почтение родителей происходит через послушание. Почтение к родителям через послушание. И когда мы послушны своим родителям, тогда это почтение, уважение. Но это все происходит через дисциплину. И замечали ли вы, что люди, которые говорят, что никто мне не власть, и никто мне не власть, ничто, и никто мне не власть, бунтари такие, да? Одно понимание такое, что есть люди, которые за справедливость. Они воспитаны в семье, они понимают власть семьи, потому что родители становятся этим буферной зоной между твоим будущим и тобой. Почтение родителей, послушание родителей, принципов, которые в семье находятся, и что ты делаешь вот так или иначе, становятся позицией почтения власти. Бунтари, по сути, жизни, люди, которые бунтари, с ними неинтересно даже проводить время. Потому что всегда кто-то будет виноват. Кого-то нужно клемить, каким-то недовольным быть. А люди, которые понимают, что такое власть, первое, это родительская власть, потом у нас в школе есть власть, потом у нас есть власти, которые на работе, власти, которые у нас в стране. Люди, которые понимают власти, с ними интересно, потому что они подчиняются. В любом случае нам нужно когда-то будет подчиняться кому-то и проводить правильное действие. Но если ребенок с самого детства говорит, никто мне не власть, ничто мне не власть, тогда, когда они подрастают, у них вырабатывается положение, что никто не может мною управлять. И он гарантирует, что люди, уже будучи взрослые, теряют работу быстрее, чем они ее находят. И тогда те дети, которые мы воспитываем, они говорят, лучше бы нам другую семью. Понимаете, да, о чем я говорю? Из Библии говорит об этих простых вещах очень прямо, очень целеустремленно. Ефесянам 6.1. Дети, повинуйте своим родителям Господи, ибо всего требует справедливость. Справедливость. Нужно научиться в жизни ребенку ходить во власти или под властью, быть подчиненным, послушаться. Библия говорит нам о трехмерном таком месте, где проявляется власть. Семья, община и вот власть, в которой мы живем. Город или народ, где мы живем, страна, где мы живем. Нам, может быть, не нравится управление в этой семье, либо в общине, либо в государстве. Вопрос не, как они управляют, а вопрос, что это делает во мне. Что эта дисциплина, это послушание делает во мне. Делает ли она меня свободным и счастливым человеком, потому что оно дает на мне основание полагаться на Бога. Потому что Писание говорит четко, что нет власти не от Бога. Вся власть от Бога. Независимо, что происходит. Одно положение, когда нам не нравится та власть, которая уничтожает, уничтожает и так далее. И мы просто делаем не бунт, а выражаем свое несправедливо, как бы такое вот их несправедливое отношение к нам. Можем возразить против этого, а другое дело, когда человек бунтует. Когда мы становимся детьми, когда мы детьми, эта позиция для родителей важна, чтобы воспитать своих детей, для того, чтобы они понимали, что будущее подчинение их в школе, в университетах, на работе поможет им получить лучшую работу, уважение и быть счастливым человеком. Потому что я не видел бунтарей счастливых, честно. Никогда не видел людей, которые бунтуют постоянно против властей, постоянно на работе и так далее, что им всегда не нравятся счастливыми. Это мое личное мнение. И когда мы подрастаем, мы приходим в возраст, который мы называем подростковый возраст. Этот подростковый возраст, он очень-очень удивительный. Почему? Потому что большинство наших детей, которые не пошли наверх, подростки, они сегодня с нами здесь в зале. Этот возраст очень особенный, трудный. И нам, как родителям, нужно посмотреть на это немножко другими глазами. Когда мы входим в подростковый возраст, и обращаюсь с тем сегодня, кто подростки, у нас есть уважение или почтение родителей через уважение к ним. Левита 18, 3 говорит, Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я Господь, Бог ваш. Слово бояться. Нас говорят, если боится, значит что? Уважает. Уважение к родителям является почтением для них. Уважать не означает ненавидеть. Или бояться. Давайте в трепете такому, в ужасе. Уважать не означает не видеть их ошибки. Потому что чем старше мы становимся в подростковом возрасте, тем явно мы видим ошибки своих родителей. Как они себя ведут, отношения между ними, друг к другу, поведение на работе, на улице, среди толпы людей, среди собрания. Мы замечаем их ошибки. Более того, чем старше мы становимся, тем больше несправедливости мы замечаем в наших родителях. Нашим подросткам кажется, что мы весьма-весьма несправедливы относительно, как они себя ведут, что они делают, как они одеваются. И уважение со стороны подростков к родителям, вот, как мы говорим, страх, да, не означает, что вы не имеете права высказаться. Но как? Уважение – это то, когда вы не унижаете своих родителей в ваших мыслях, в том, что вы выражаетесь среди своих сверстников. Вы не говорите, что мои старики, они отсталые от жизни, они не современные, они не так одеваются, они не то смотрят, они просто динозавры в своем состоянии. Уважение со стороны подростков к родителям – именно это то, когда мы говорим, что мы воспринимаем, как и вы есть, с вашими ошибками, с вашими, может быть, старческими одеждой, фэшеном вашим, вашим, может быть, неумением пользоваться интернетом, телефоном и всем остальным. И самое главное – вы нас можете и умеете прощать. Вы слышите, подростки? Принять нас, какие мы есть. У вас других родителей не может быть и не будет. Мы со своими ошибками, со своими амбициями, со своими, может быть, пороками, которые вы замечаете, мы такие, но в этом свете вы должны нас простить, потому что идеальных родителей не бывает. И вы будете неидеальными, когда у вас будет своя семья. Вы будете тоже тем камнем преткновения для многих детей, потому что мы никто не можем быть идеальными, потому что Бог наш один идеален. Нам нужно, вам нужно простить нас, и в этом является уважение. Для молодежи, может, скажет каждый, а что, у меня выбор есть какой-нибудь? Какой выбор у меня есть, куда пойти? Приходится уважать их. А подумайте с тем, чем они столкнулись. Понимаете, меня нет? Мы, подростки, говорим, «О, а что, у меня другой выбор есть, другая семья, а что, мне с этим нужно всегда жить, вот с этим вот бедланом?» А вы поставьте себя в сторону родителей, скажите, вот с таким ребенком можно жить? Они уже с нами, мы с ними. Вот этот момент уважения друг к другу, почтения выявляется через принятие наших родителей и прощение. Мы почитаем наших родителей, особенно, говорю, подросткам, через то, что вы можете слушать нас, родителей. Подростки могут делать уважение своим родителям через слышание и слушание их. Они, может быть, вас не слышат, как вы ведете себя, какую прическу вы себе делаете, какие штаны себе вы-то подобрали, как вы там телефоном, как вы пользуетесь, какой компьютер там. Они могут не слышать вас в том, что вы современная молодежь. Они могут не слышать вас. Но попробуйте слушать их, по крайней мере. Лучше слушать 20 минут вашу маму спокойно, чем потом несколько часов думать, как заладить отношения, и получить немножко денег на мороженое. У нас же есть, у подростков, есть же мнение свое, что наши родители не совсем далекие, возмущаются и так далее. Но лучше послушать 20 минут маму, ее наставления, чем потом думать, как найти эти сюси-буси, ой, как хорошо, как бы прийти домой, эти все отношения, погладить, потому что у тебя денег нет, то надо где-то их взять. Это правда. Но это правда. И вот умение выслушать родителей с терпением, 20 минут, немного. Для вас 20 минут, как все 20 лет. Вечность. Но это дает ул. То есть вы располагаете нас тому, чтобы потом взять денег бесплатно, без нервов. Мудрый сын слушает наставления отца, а буйный не слушает обличения. Интересный момент, что это притча 13 глав, 1 стих. Мудрый сын слушает наставления отца, а если он буйный, то любые обличения ты не так делаешь. То есть это все, он все, он не слушает, его рвет пополам, и он все кидает и уходит. Если вы входите в эту рамку молодежи, которая самообеспеченная, вы скажете, мне от родителей уже ничего не надо, я живу сам, я зарабатываю сам, я себе уже в институте сам, я себе сам. И может слушать родительские наставления или же убеждения, что вам нужно сделать, не всегда, может быть, не нужно. Потому что за все отвечайте вы сами, как вы там поступите. Но слушать их очень и очень важно. Знаете, почему? Потому что, когда родители говорят, внутри происходит целый переворот. Сердце не соглашается, но только ты открыл уста, Бог уже слышит. Что ты это говоришь? Вы понимаете, о чем я говорю? Состояние сердца может быть всегда возмущенное относительно родители, потому что молодежь уже знает, как нужно жить, уже знает, как все в мире происходит. Вы недалеки, вы ничего не знаете, вы далеки от всей истории. Мы все, мы крутые. А вот, знаете, когда ты говоришь с ними, и возмущение происходит от подростка, или у юношей, которые самостоятельные, у Бога есть принцип. От избытка сердца говорят уста. А если уста уже сказали, уже то, что вылетело, как воробей, уже все, назад не вернешь. И Бог смотрит на это. И вот эти отношения всегда очень важны, потому что мы в жизни когда-нибудь будем хотеть быть успешными, и нам нужно будет возвращаться. притчи 23-22. Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не прибрегай матери твоей, когда она и состарится. То есть, не пренебрегай опытом матери твоей. Я могу четко сказать о своей жизни. Мне дал Бог моих родителей для того, чтобы я состоялся как личность. Мне Бог дал мне моих родителей, чтобы я состоялся как личность. Может быть, вы не чувствуете это, но на самом деле это очень и очень важно. Притчи 6 глава, 20-21, 22-23 стих. Сын мой, храни заповеди отца твоего, не отвергай наставления матери твоей, навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ты ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда ты пробудешься, будут беседовать с тобою. Ибо заповедь есть светильник. То есть, не просто заповедь Господня, а именно наставление родителей, как заповеди, есть светильник, и наставление свет, и назидательное поучение, путь к жизни. Мы не просто так разговариваем с вами, мы не просто так общаемся с вами, как родители. Мы хотим, чтобы вы были успешны во всем. И послушание, Библия говорит, чтобы почтение к родителям является вознаграждением через счастливую жизнь и долгую жизнь. Эти наставления тем, кто достиг уже юношеского возраста. Вот как нам? Как вот к нам, вот я обращаюсь сегодня к тем, кто уже в средний возраст, или там уже имеют родители, которые уже в возрасте, либо вот-вот уже отойдут к вечности. Вот нам, которые уже имеют своих детей, может, уже имеют своих внуков, как нам, уже взрослым людям, относиться к родителям, которые тоже уже в возрасте, которые тоже имеют опыт. И сегодня обращаюсь к нам, к тем, которые уже достигли чего-то в жизни. И все же, как мы можем проявить почтение и уважение своим родителям? Потому что в наше время, особенно в наше время, большинство из нас, мы как, знаете, вот этот гамбургер, который застрял посередине двух булочек. Да, вот такой. Дети наши еще нуждаются в нашей опеке, у нас есть родители, которые еще живы. Ну, многие, может быть, уже потеряли своих родителей, и, конечно, это печально, что мы еще не, знаете, хотелось бы что-то сделать, но не знаем, что. Как нам почитать наших родителей? Первое. Я вот, важно, как я говорю, как взрослые сыновья и дочери, мы почитаем своих родителей двумя путями, как и подростки. И это через признательность. Первое, что вы можете сделать, это признательность своих родителей. Почитать своих родителей признанием. Тот же притч 22, 23-22, второй стих. Не пренебрегай матери твоей, когда она состарится. Не пренебрегай. То есть, делать то, что мы иногда забываем. Это называется признать своих родителей, кто они. За что мы можем быть признательны своим родителям? Тысячу, тысячу вещей, которые можно сказать. Но я вам дам два, две причины, или как две позиции, за что мы можем быть признательны своим родителям. Первое, это за старания. Какие бы ни были родители, какая бы у вас ни была семья, хорошая, интеллигентная, рабочая, крестьянская, либо, может быть, не совсем успешная, где-то какие-то есть проколы, если есть какие-то даже, знаете, вот, ну, семья не состоялась, они разрушились, потому что разошлись родители, бывает разное в жизни. Всегда нужно помнить и быть к родителям, независимо от твоего воспитания, быть признательным им за их старания. Они старались. Быть родителем – это непросто. Каждый может сказать, быть родителем – непросто. И если мы нашим родителям будем благодарны и признательны за то, что они были старательны, они старались сделать все в своей жизни, чтобы мы состоялись. Представьте себе, насколько легче была бы жизнь ваших родителей без вас. Да, да, да. То, что вы делали, делаете. Может быть, будете делать. Как им было бы легче без вас? Нам бы, если кто не родился, то какой-то родителям, которые живут. И можно бы сказать, скучно бы не было. Но вы послушайте, на самом деле, знаете, как в анекдоте. Приходит подросток поздно вечером после дискотеки, и мама сидит вся в нервах и говорит, сколько можно, ну сколько можно тебе говорить. Поздно не приходи. У меня уже от тебя седые волосы появились. Ответ не задержался. Быстро пришел обратно. А я понимаю, почему бабушка вся седая. Сколько можно быть непослушным, да? Я, наверное, столько много волос седых маме доставил. Доставил. Только по истории. Начиная с самого малого. В три с половиной года мне захотелось иметь собаку. Мама приходит домой, а я так иду, тяну за собой. то, что я называю собакой ав. Три с половиной года. Вы сразу скажете, а что здесь произошло? Очень просто. Мой брат научился только ползать. Нашел папин ремень, надел ему на шею, тяну его за собой. Он посинел от возмущения. Я ему говорю, аф! А он никак. Это была одна из таких седых волос, когда она увидела, что мой младший брат вот-вот уже отойдет, если бы еще не пришла бы вовремя. Вспоминай, как я хотел быть пожарником. У меня был большой код пластмассовый. Я его поднес к горелке, и он вспыхнул. Пьюм! Весь дом набрался копоти. Хотел быть пожарником. Потом мне сильно понравились мотоциклы, сначала велосипеды, потом мотоциклы. Когда пришел в дом весь переломанный, весь подстертый, мама такая, у-у-у! Мамочка, прости, я знаю, ты из меня смотришь. Однажды отец говорит, мы разговаривали, он говорит, сегодня ехал с работы в троллейбусе. Смотрю, потом люди такие, смотри, 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 какой-то идиот, весь в маске, на мотоцикле, рев такой, у-у-у-у, пронес, вот этот страшный, самоубийца, куда поехал, на заднем колесе, по улицам. Пришел домой и дома увидел мотоцикл, понял, что новый мотоцикл, я ему не куплю, а хотел. Есть еще истории, которые у вас есть, которые доставляли родителям эти седые волосы. Но слово почтение это признание своих родителей. Мы можем быть им благодарны за то, что они жертвены. Вы знаете, что молодые люди, когда они решают иметь детей, это жертва. Друзья, молодежь наша, ваши родители, они пошли на жертву. Подумайте, как много могли бы ваши родители сделать и приобрести без вас. мы однажды с Татьяной, когда дети были еще маленькие, посчитали, сколько обходится памперс на одного ребенка, они у нас были подряд на год. Вышло 700 долларов. Вы как бы считали это, нет? Наши дети не считают. Мы это считаем. средняя статистика говорит о том, что средняя на Украине. Вы скажете, такого не бывает, потому что я вам скажу цифру, вы скажете, ну, это заоблачные цифры. чтобы поднять ребенка до 20 лет, когда он будет более-менее самостоятельный, нужно около 100 тысяч долларов на Украину. Да. И все сразу посчитали момента откуда, откуда. Это включая рождение, доктор, одежда, памперсы, кушание, школа, обучение. То есть, как бы все. Все включая. Сколько сегодня стоят кроссовки? Или там что-то для молодежи? А? 500 гривен, 50 долларов. Много-мало 50 долларов. Умножьте это немножко на каждый месяц. Сколько это получается? А? 500 долларов. это только какие-то там кроссовки. А там же надо еще к этим кроссовкам, еще штаны и все остальное. Это сколько бы вы, дети, сэкономили бы денег, если бы вас бы не было? вы, но вы есть. Мы решили жить для вас. Имея детей, решение имя детей, это значит жить жертвенно. мы не идеальны, но это наше решение. Решение самое последнее дать нашим детям, самое важное нашим детям. если как мы уже взрослые люди, взрослые уже люди, если мы только подумаем о том, что наши родители сделали для нас, мы найдем за что их почитать. Да возрадуется отец твой и мать твоя, ибо да возликуют родившие тебя. Дай мне, сын мой, внимание твое, и глаза твои да соблюдают пути мои. Это слова Соломона. Но здесь есть очень глубокие внутренние отношения. Держать близкий контакт с своими родителями. Вы знаете, я долго учился тому, чтобы звонить маме. И когда она слышит мой голос, ей просто приятно, что я могу почтить ее своим звонком. Много ли нужно родителям, которые в возрасте? Сейчас один уехал, второй уехал. Мы можем кусочек хлеба взять, намазать его каким-то вареньем, выпить чай, мы полностью сыты, правда? Сделать себе чуть салат. Много ли нам надо? Так же самое ваши родители. Потому что они готовы дать все ради того, чтобы услышать почтение. за все, что они сделали, за то, что они собирали, отдавали. Танин папа Михаил Давидович каждый день звонит по скайпу. Татьяна научила его работать с компьютером. Теперь нам отбоя нет. Несколько раз по даже в день два раза, три раза позвонит узнать, что там происходит, как у вас там происходит. Много не надо три, две, пять минут поговорить. контакт, общение. И последнее, немаловажное. Мы можем почтить своих родителей финансовыми поддержкой и физически поддержать их. Приехать к ним. Что можно подарить? Подарить. Чем можете благословить? Благословить. Потому что они никогда не попросят. У нас уже взрослых есть ответственность. Ответственность перед нашими детьми, которые еще не состоялись и перед нашими родителями, которые еще не отошли. Круг жизни цикл цикл жизни, который Бог говорит, почитающий отца и мать будет благословен. Это обетование, это заповедь с обетованием долгой жизни и счастливой жизни. если спросите меня, хочу ли я изменить свою жизнь, жалею ли я о чем-то? я счастливый человек. И каждый из вас не деньги создают красоту, счастье, ни в коем случае, а отношения делают семью той, которая должна быть. сегодня я бы хотел сделать хлебопреломление и сделать его семейным. Семейным. Одно дело, когда мы вспоминаем смерть и воскресенье Ишуа Мессии, и мы себя отождествляем с этой жертвой. И совсем другое, когда мы понимаем, что за нашу семью умер Мессия, который дал нам наследие наше, которого мы должны не только верить, а которого мы должны предоставить своим детям, это наследие, которое самое уникальное. Услышьте меня, пожалуйста. если сегодня это возможно, чтобы мы сели вместе с своими детьми рядом, мужья с женами, если у вас нету семьи с собой сегодня, вы можете подойти к тем вдовам, которые сегодня здесь есть, одинокие взрослые люди, которые подойти вместе и вот в семейной атмосфере мы примем хлевопреломление. Я не говорю, чтобы ваши дети, которые подростки, не пришли в водное погружение, участвовали вместе с вами в хлевопреломлении, но самое главное, вы сможете как семья посмотреть на ваши отношения сквозь призму завета. Иисус навин говорил такие слова, а что до меня? Вы можете выбирать любых богов, любой образ жизни, а что до меня? То я и дом мой мы будем служить Господу. И сегодня это будет просто как заветные отношения между вами и Богом. Только Бог может сделать вашу семью счастливой. И ваше решение, которое вы делаете, быть счастливой семьей не означает много-много денег. Не означает. Мы сейчас ставим наши ноги. Я бы хотел сегодня обратиться к вам. дети, какого возраста бы вы ни были, подростки, юноши или взрослые, у Бога был принцип нехорошо человеку быть одному. Он дал Адаму и Еву и сказал плодись, размножайся, на наполняй землю, потому что в этом мое благоволение. Вы пришли в этот мир не случайно. Случайных детей у Бога никогда нет. Вы особенные. Особенные в том, чтобы нести дальше откровение Бога вашу семью. Если уже взрослые нести отношения между вашими семьями, это ваша задача быть счастливым. Надеющийся на Господа не постыдиться. И что бы ни происходило в ваших семьях, ссоры, зачарования, как я уже говорил, нет идеальных людей, нет идеальных родителей. Мы всегда будем видеть ошибки наших родителей. Всегда. Но это не дает нам права их не ценить, не уважать, не почитать. Ошибки наши не дают нам права давить на наших детей, доставать их. Что же может примирить нас? Что может нас сделать сильнее? Ничто иное, как кровь Мессии. мм, того,